Неписанные законы под Черкассами уже больше 10 лет идет полномасштабная застройка водозащитной дамбы. Коттеджные городки и фешенебельные виллы растут на берегу Днепра, словно грибы после дождя. И это при том, что подобные застройки на территории запрещены. Продолжит Станислав Кухарчук. Это обычный днепровский песок, но здесь, в районе села Свидевок, его одна сотка исчисляется в тысячах долларов, а счастливым обладателям сулит просто райские условия. Собственный дом с основом лесу, да еще и на берегу Днепра. Дома здесь на любой вкус, от обычных коттеджей до роскошных вилл. Замначальника управления водных ресурсов рассказывает, в середине прошлого века здесь построили водозащитную дамбу. И любое строительство в этом районе попросту опасно. Дома в любой момент может смыть в Днепр. Все строительство, которое ближе 100 метров, 116 метров до дороги, которая прокладена по гребеню дамбы, то есть порушение чинного законодательства. Ну а это мы видим капитальное строительство до самой воды. Массовая застройка началась после того, как в начале 2000-х областные власти расширили границы села Свидевок. И дамба стала его частью. Этот участок тянется от дороги до самой реки. Собственники уже подвели газ и свет. Вход на территорию под охраной. Добрый день. Добрый. Сторожует? Да. А что это тут? Частная собственность. Местные жители Свидевка жалуются. Из-за заборов, уходящих в Днепр, мало осталось мест, где можно подойти к воде. Все забрали. Все застроили. Ну там рыпать все туда нечего. Там прокуратура. Там большие люди построились. Если у них все права, все это. Попробуй его сбухать. Два года назад местного председателя даже поймали при получении почти 200 тысяч долларов за помощь в оформлении участка на дамбе. Но дело так ничем и не закончилось. Светлана Волк на свободе и продолжает руководить сельсоветом. Пока председатель в отпуске, секретарь уверяет, землю выдавали законно и прозрачно. Едва успеваем отъехать от сельсовета, нам звонит один из собственников дачного участка. Вадим Баранцов, глава общественной организации. Ему и 16 товарищам сельсовет выделил на дамбе почти полтора гектара. Но не бесплатно. По социальному договору пришлось сделать в местной школе ремонт на полтора миллиона гривен. Там мы не явка не ведем будивництво и не будет будивництво вести себя. Чего? Мы рассматриваем это как инвестпроект Черкаська область. Мы хочем сделать нормальную базу відпочинка. Никаких баз кооперативов дач на дамбе быть не может, настаивают в прокуратуре. Мол, территорию дамбы областные власти изначально не имели права передавать сведевку. Сейчас это решение оспаривают в судах. Треба ж довести, что земляделянка самоводного фонда и державного значения была незаконно распоряджена органами местного самоврядувания. Если прокурорам удастся доказать незаконность передачи дамбы, то все уже построенные на ней коттеджи и виллы необходимо будет снести, а подобных прецедентов в Черкасах не было. Станислав Кухарчук, Павел Тивошенко, подробности телеканал Интер, Черкасская область.